Проблемные вопросы суда присяжных и смертной казни сегодня обсудили юристы Якутии. В республике суд с участием присяжных заседателей начал свою работу с июля 2003 года. За это время в нем рассмотрели более 200 дел. Но в последние годы наблюдается снижение количества уголовных дел, поступающих на рассмотрение присяжных. Этот фактор специалисты связывают с изменениями в уголовном кодексе, которые декриминализовали и некоторые преступления или смягчили санкции. Отметим, что сегодня на восьми площадках прошли дискуссионные встречи с участием практикующих юристов, ветеранов юстиции, студентов и общественности. А завтра состоится второй съезд юристов республики. Сейчас ведь дебаты ведутся о том, одни говорят о том, что преступники, которые могут быть подвергнуты более серьезному виду наказания, ссылаются на то, чтобы к ним применили именно судилых, суд присяжных. Почему? Потому что если взять в целом так, то мера наказания, которую суд присяжных наказывает этих преступников, вернее не мера наказания, а ответственность, она всегда связана, ну, больше всего, на мой взгляд, с эмоциональными какими-то подвижками со стороны, допустим, того же адвоката, защитника, того же обвиняемого, да, может, разжалобить, то есть на эмоциях иногда получается так, что преступник, который должен быть осужден, он почему-то оказывается на свободе, поскольку суд присяжных его правдит. Или наоборот. Да, или наоборот. Вот это тоже очень серьезная проблема. И вообще вопрос-то возникает, нужен нам суд присяжных или же нет, или мы еще до этого не дораскли. Продолжение следует...